Есть моменты, когда ребёнок не хочет есть, не хочет спать или не хочет просыпаться. И он подстраивается не под наш график, не под рефлексы Павлова. Он подстраивается под планетарный ритм, под свой собственный ритм рождения. И если вы не учитываете этих биоритмов, то очень трудно научить ребёнка правильно жить. Вот 12 часов, циферблат. 12, час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну и собственно 13, да, 14, второй. Так вот ребёнок родился, например, в час ночи. Неважно во сколько он родился, просто точка отсчёта пойдёт с этого момента. У него включается правое полушарие. Вздох идёт всегда на правом полушарии. У нас есть правое полушарие, у нас есть левое полушарие. Правое полушарие возбуждающее, левое полушарие тормозящее. Между ними воролеев мост. То есть они общаются между собой. Но они работают всегда в противофазе. Если здесь плюс, то здесь минус. Два полушария практически не работают одновременно. Одно работает, второе отдыхает. Поэтому два часа мы возбуждаемся, два часа мы тормозимся. Два часа у нас относительного, активного режима. Два часа у нас пассивного режима. Как организм регулирует эти два часа? Регулирует при помощи носа. У нас существуют две ноздри. У нас могла бы быть одна дырка посреди носа. Но у нас две ноздри с непересекающимися потоками воздуха. Если мы дышим правой ноздрёй, воздух попадает в правые сосуды и идёт к правому полушарию. И возбуждает нас. Если мы дышим левой ноздрёй, мы никогда не дышим одновременно двумя ноздрями. Мы дышим только поочерёдно. Два часа правая, два часа левая. Организм регулирует проницаемостью сосудов. Он набухает слизистую и перекрывает доступ воздуха. Так вот, если идёт в левую половину, активизируется левая половина, и человек засыпает. Мозг иннервирует всё наше тело. И на уровне шеи, в спинном мозге, продолговатом, образовался перекрёст. От правого полушария все пути идут в левую руку и в левую ногу. От левого полушария всё идёт в правую руку и правую ногу. Поэтому у нас правая половина головы отвечает за левую половину тела, а левая половина головы отвечает за правую половину тела. Я вам уже рассказывала, когда мы проходили с вами центральную нервную систему, что правая половина возбуждающая, и там у нас лежат центры эстетики, музыки, интуиции, восприятия цвета. Здесь у нас лежит агрессивность. Гении всегда имеют, так сказать, нестандартный характер, какой-то такой, ну, либо слишком эмоциональный, либо вредный, либо еще какой-то, потому что все это находится в центре правого полушария. Правое полушарие у человека — гениальное полушарие. Это полушарие, в котором работает, условно говоря, вот эта вот космическая связь между полями, между потреблениями энергии. Там заложены все эмоции человека. Это полушарие художников, поэтов, дизайнеров. И, как правило, они были левши все. Потому что правое полушарие активное, оно все время стимулировало, вернее, левая рука все время стимулировала правое полушарие. Левое полушарие, наоборот, это спокойное полушарие. Здесь находятся центры добродушия, доброжелательности, центры спокойствия. Это центры логики, математики, экономики. Это центры восприятия и детализации. Это центры систематизации. То есть все, что активное, развивающееся, прогрессивное — это в правом полушарии. Все, что спокойное, уравновешивающее, логическое и осознанное — это в левом полушарии. И когда мы рожались, рождались, у нас оба полушария были запущены на паритете. Оба полушария у человека должны были быть развиты одновременно. То есть человек, который может активизировать в любую секунду данного времени второе полушарие, это человек, который стремится к гениальности. Потому что два часа возбуждаться, два часа тормозиться без перехода — это достаточно примитивное такое поведение человека. Но дело в том, что мы сделали величайшую глупость. Мы переучили своих детей. Большинство наших детей были рождены левшами. Половина были рождены на этой планете правшами, половина левшами. И они должны были уравновесить друг друга. Половина человечества должна была двигать планету вперед эмоционально, креативно. А остальная половина должна была обеспечить ей устойчивое развитие, то есть закрепление движения вперед. И это был такой планетарный замысел. Но так как мы единственная страна мира, которая переучила своих детей письмо правой рукой, то мы обворовали своих детей на правое полушарие. Потому что правая рука отвечает за левое полушарие. Мы украли у них творчество, креатив. Мы украли у них интуицию. То есть мы не украли, мы подавили ее. Потому что дети ничего не умеют делать левой рукой. И только те дети, которые были непослушные, только те дети, до которыми мы не досмотрели, на которых бабушка не додавила, как правило, функцию выполняют бабушки у нас. Потому что родителям некогда, да? Но бывают активные мамаши, которые очень сознательно занимаются своим ребенком и следят, в какую руку ребенок взял ложку с самого детства. Японцы – это страна, которой дети пишут двумя руками. И у нас сейчас. Да что вы говорите? Поднимите руку, кто пишет левой рукой. Ну вот вы один и подняли. А? Да что вы говорите? Хороший вопрос. Значит, переучили. И переучили неосознанно. Потому что в советской стране тот, кто прав, тот правой рукой. Ходьба налево – это ходьба вне строя. Все, что было правое, оно осталось правое. Кто когда сказал, что человек должен писать правой рукой? Человек должен писать той рукой, которая ему удобно писать. И, к сожалению, парты в школе расположены так, что там не может сидеть ребенок, который пишет один правой, один левой. Все парты расположены так, что можно писать только правой рукой. Либо только левой. Только левой – это тоже неправильно. То есть никто никогда это не отслеживал. И в результате получилось, что… Вот половина из вас рождены левшами. Положите ручки. Мы этот тест уже делали. Сделайте вот так вот. Чтобы вы просто убедились. Быстро возьмите руки в замок и не разнимайте. Замок, замок, замок. Схватили, ни о чем не думая. Держим замок. Подняли палец, который сверху большой. Поднимите руку, у кого левый. Сверху. Вот вы в детстве были леворукими. Есть восемь тестов. Но это самый быстрый, самый точный. Экспресс-тест. Вот вы в детстве были леворукими. Вам по задаткам родители передали гениальность правого полушария. Но мама в детстве вас переучила. В школе вам это в детстве закрепили. Я очень счастлива буду, если сейчас разрешат официально писать левой рукой. При этом не будут ставить двойки. Потому что левой рукой писать трудно. Потому что все прописи настроены на правую руку. Все книги настроены на правую руку. Вся инфраструктура настроена на правую руку. Дверцы у холодильника. Все настроено на правую руку. Все кнопки на аппаратуре настроены на правую руку. На левую руку ничего не настроено. Левая рука — это образ жизни. У японцев есть для правых и есть для левых. Человек выбирает себе всё, что хочет. И так далее. Поэтому, если вы не будете это понимать, вот если, например, ребёнок сейчас находится на левом полушарии, вот он родился в час ночи, например, систему просто поймите. Два часа у него работает правое полушарие. Правое. Через два часа у него автоматически включается левое полушарие. Левое. Два часа левое. Через два часа правое. Через два часа левое. С 7 до 9. Правое, левое. У него находится левое полушарие. С 7 до 9. Этот ребёнок называется сова. С 7 до 9 утра его будить бесполезно. Он не встанет. Либо надо его будить в пол седьмого, и он будет спокойно вставать, собираться, идти в школу. Либо будить надо его в пол десятого. Либо в 9 он сам проснётся. Всё, другого пути нет. Полушарие уже никогда не перестроится. Всё, он родился в это время, и цикл привязан. Если мама это понимает, она его будет в пол седьмого. Если мама это не понимает, она будет его в пол восьмого. В 8, в 8.15, в 8.30. В 9 она его пинком стягивает с кровати. И так будет всю оставшуюся жизнь. А что с правого полушария надо? С правого полушария. И не родился. С правого полушария. Если вы не знаете время рождения, значит вы должны точно... Ещё учтите, что вы могли родиться там в Киргизии, в Казахстане, там сброс номеров идёт, да? Значит, если вы хотите узнать, когда вы родились, и когда включается ваше правое полушарие, засеките точку, когда вы просыпаетесь без будильника. Например, ровно в 7 часов каждый день вы просыпаетесь без будильника. Всё, значит, включается правое полушарие, значит, вы жаворонок. В 6 часов вы тоже жаворонок. В 5 часов вы тоже ещё жаворонок. После 7 вы уже сова. А здесь наблюдается следующее. Вот смотрите. Левое, дальше правое, дальше левое, дальше правое, дальше левое, правое, левое и правое. То есть, в правое полушарие у вас с 9 до 11 вечера. С 20 до 1 до 23. Это значит, вас уложить спать в это время невозможно, в принципе, бесполезно. Смотрю на мамашу, ну, ляг, полежи, тебе уже пора спать. В 9 часов. Прикопались к ребёнку. Ребёнок маленький. Ребёнок говорит, ну, почему именно меня именно в 9 часов? Ну, я не хочу. Мама говорит, ты завтра не встанешь. Ты же такой, говорит, бессовестный. Ты, говорит, каждое утро не можешь встать. Я каждое утро, 2 часа с тобой вожусь. Ну, правильно, 2 часа она с ним возится, каждое утро. То есть, истинную правду говорит. Ложись, говорит, 9 часов, всё, никаких разговоров не будет. Ребёнок говорит, я не усну. Мама говорит, а ты ляг, отвернись к двери, полежи. Ребёнок говорит, зачем я буду лежать? Я всё равно спать не буду. Мама говорит, кино я тебе смотреть не разрешаю. В это время читать я тебе не разрешаю, потому что ты завтра не встанешь. У неё всё одно, да потому что. Он 100% завтра не встанет. Ляжет он или не ляжет, он всё равно завтра не встанет. Потому что в этот момент у него глубокая фаза сна. Это левое полушарие. Понятно, да? Поэтому ребёнок должен либо в полдевятого ложиться спать, если маленький ляжет, если большой, едва сосунете. Либо в 11. В 11 часов он на ковре прямо уснёт. Его и гонять не надо. То есть, не зная этих ритмов, мы нарушаем ребёнку биоритмологию с самого детства. Нам сказала медсестра, что через каждые 3 часа вы должны кормить новорождённого ребёнка. Мы всё поняли. Почему она, откуда она взяла 3 часа? Ну, существует китайская нация, существует японская, существует тибетская. Ну, у всех 2 часа. Почему у нас-то 3 часа? Наверное, потому что у нас рельсы, у всех такие, а у нас вот такие. Ну, наверное, поэтому. Что получается в результате? Например, в 7 часов надо будить ребёнка. То есть, мы разорвали ровно на половину цикл. То есть, ребёнок не встаёт, у него глубокая фаза сна, его надо кормить. Мама его поднимает за уши, садится, кормит. Дальше его надо спать через 2 часа, а он сам и разгулялся, она его трясёт. Причём придумали коляски, которые трясутся в любые стороны. Вы представляете? То есть, что такое встрясти ребёнку мозги? Вы себе представляете, что такое встрясти ребёнку мозги? Между прочим, это же вы трясёте детей-то. А то сидите все такие умные, смотрите. Я помню, это счастье было приобрести коляску, которая не скрипит. И вот мама спит, а ногой, значит, эту коляску трясёт. Если посмотреть в глаза ребёнку, у него... Он лежит и думает, ну и дура эта мамаша, чё трясёт? Чё трясёт, когда сейчас пройдёт полтора часа, я сам засну? Как можно утрясти ребёнка? Ну, как можно утрясти? Если ребёнок не хочет спать, он не должен спать. Через два часа он ляжет спать. Если вы ему ничего не нарушили. То же самое. Садись, писи, тебе сейчас надо писать. Ребёнок говорит, я не хочу. Тогда какай. Я тоже не хочу. Тогда просто сиди на горшке. Ребёнок сидит полчаса, ничего. Встал, пошёл. И сразу покакал. Правильно. Потому что раньше в природе зверушки не садились с опущенным тазом на горшок, потому что сидя на горшке покакать невозможно. Секрет. Сидя на горшке с опущенным тазом и с поднятыми коленами до головы, покакать просто невозможно. Потому что полностью выключаются мышцы тазового дна. Покакать-то ребёнок может, наоборот, стоя на ногах чуть-чуть согнутыми ногами. Потому что это нормально. Он чуть-чуть натужится животиком и сразу покакает в штаны. Он так и делает. Он заходит за занавеску, потому что он понимает, что он делает что-то нехорошее. Понимаете? Нет, мама, садись по писью. И вот он сидит часами. Как только ребёнок сел на горшок, мочевой пузырь перекрылся полностью, особенно у мальчика. Либо горшок надо ставить на стул, либо каким-то другим образом. Честное слово. Потому что дети понять не могут, что вы от них хотите. Почему они должны спать, когда не хотят? Кушать, когда не хотят, и то, что не хотят. Писать и какать, когда они этого не хотят. Почему им не дают писать, когда они хотят? Почему всё наоборот вы делаете? И потом, когда ребёнок говорит, Господи, слава Богу, я вырос. Мама, ты, пожалуйста, не приходи ко мне больше в гости. И бабушку с собой не бери. Потому что вы меня так достали до 13 лет, что врежьте мне, пожалуйста, замок. Когда ребёнок, когда растает до 13 лет, у него желание одно, врезать замок в свою комнату, чтобы туда никто не заходил. Вот это святое желание ребёнка. Вы уж, пожалуйста, не прикословьте, врежьте замок. И не лезьте никогда туда. Со своими уборками, со своими прибамбасами. Потому что есть дети-холерики, есть дети-флегматики, есть дети-жаворонки, есть дети-совы, есть дети-правополушарные, есть дети-левополушарные. Если вы ничего про это не знаете и не понимаете, как с ними общаться, холерик — это темп жизни. Это темп жизни, который никогда нельзя изменить. Это скорость освобождения АТФ-молекул. Вот у холериков жизнь... Если посадить два холерика, холерик и флегматик, два холерика, холерик и флегматик, да? То у холерика минута пройдёт за полминуты, а у флегматика она пройдёт за полторы минуты. Это значит, что... Мама говорит, ну быстрей собирайся. Ну я тебя прошу. Ну сколько можно копаться? Ну сколько можно ковыряться? Я уже вся взмокла. Ты никак не можешь найти то-сё-пятое. Ребёнок-флегматик. Ему кажется, что прошло только одна минуточка. Последний раз ему напоминали вроде бы полчаса назад. На самом деле это уже был 55-й раз, да? И вот она его дёргает. Вот пошли быстрее. Вот тебе надо на музыку. Вот тебе надо на теннис. Приходит флегматик на теннис. Шарик летает. Он даже голову за ним повернуть не в состояние. Даже голову повернуть не в состояние. А холерика отвезли в шахматы. Бабушка сказала, что холерику главное это шахматы. Ребёнок походит и уже 50 раз сбегает, посмотрит, как там у других всё. Придёт снова, походит и снова. То есть самое лучшее, это когда парикмахер холерик, а официант флегматик. Мы же так дальше идём по жизни. Мы же своим детям уже распланировали, кем они будут. Это мы думаем, что мы знаем, что нашим детям надо. А мы когда-нибудь у них спрашивали? Мы когда-нибудь ритмы их отслеживали? Ритмы, полушария, темпераменты? Мы об этом и не слышали никогда. Но интуиция должна была быть. А если мы свободу детей уважали бы, к примеру, то они бы нас кушали, когда хотели, писали, когда хотели, какали бы, когда хотели и куда хотели, да? То есть у нас бы не было этого. Но мы же решили всё построить под себя. Вопрос, если мы построили здесь ширину, значит, у нас должны быть знания, как строить, хотя бы элементарные, да? Вот поэтому у нас всё наперекосяк. Перекосяк.